Цены на автомобили в Красноярске бьют все рекорды. Это касается как подержанных машин, так и новых. Но люди все равно их раскупают. При этом в наш город не успевают поставлять новые машины. Что можно сейчас купить и какие проблемы с этим могут возникнуть, выяснял Евгений Назарчук. Выложили с Семеном продавать авенсиса, выложили вот вообще, летишка красивая, резина. Сразу же приехали первые покупатели и просто рамсятся. Так закончилась встреча продавца машины с покупателями. Они в буквальном смысле начали драться за автомобиль. Автор видео шутит, что тот, кто сверху, хочет забрать подешевле. А все из-за дефицита машин на автомобильном рынке. Работы прибавилось, даже поговорили, что автовозов не хватает. Водитель автовоза Ленар рассказывает о больших отгрузках в автосалон. Машины быстро раскупают, приходится работать без выходных. При этом за последнее время изменились и марки привозимых автомобилей. Ленар говорит, что уже не помнит, когда в Красноярск привозил Мерседес или Ауди. Популярность Лада, китайский автопром. Все, больше нет. Остальных нет больше. Только в этот автосалон еженедельно приезжают по два-три автовоза. Здесь продают китайские машины. Их в городе за последнее время стало заметно больше. Клиенты стали более охотно покупать китайские автомобили, потому что они уверены в этих машинах. Наверное, это связано с тем, что многие европейские бренды ушли с нашего рынка. По сути, альтернативы сейчас как таковой нет. Поэтому люди покупают китайские автомобили, потому что на них есть гарантия, есть полноценное обслуживание. Нет проблем с комплектующими запчастями. Но встречаются китайские автомобили, с которыми есть сложности. В другом автосалоне продают машины из Поднебесной не от официального дилера. Их привозят с завода неадаптированными под Россию. Интерфейс предстоит перепрограммировать на русский. Нет гарантии от производителя. И непонятно, что с запчастями. Новых японских автомобилей в салонах Красноярска сейчас практически не найти. Официальные дилеры крупных брендов из страны восходящего солнца и другие ушли с рынка России. Теперь там продают остатки и перешли на продажу машин из Китая. Но возможность купить автомобиль из Японии все еще есть. Этим занимаются предприниматели, которые их заказывают на аукционах и привозят в наш город. Но все же в связи с введенными санкциями теперь мы лишились целого ряда моделей. Это гибридные автомобили. То есть любой автомобиль, на котором написано слово гибрид. Это любые типы электрокаров. А также автомобили с объемом двигателя выше 1900 кубических сантиметров. Также там присутствуют определенные типы автомобилей ванн, типа коммерческий транспорт. Ну там 50 на 50. Есть варианты, которые можно привезти. Но в любом случае это 60% рынка, которые на сегодняшний день мы не можем вывезти из Японии. Что касается отечественных машин, рост цен на них оказался серьезным. Их стоимость за последние годы увеличилась на 40%. На это пожаловались Владимиру Путину люди на прямой линии на минувшей неделе. Президенту России сообщили, что стоимость русской машины улетела в космос. Он не в космос, он улетел, по-моему, процентов на 40. Практически не осталось уже машин, которые вот такого среднего класса до миллиона рублей практически ничего невозможно найти. Ну, согласен, да, согласен. Но 40% тоже много, я понимаю. При этом и покупать машины красноярцы стали реже. По данным ГИБДД, в этом году, по сравнению с 2021, люди поставили на учет на 20 тысяч машин меньше. Мы не достигли тех показателей, когда был пик два года назад и уже, по всей видимости, достигнем не скоро. Но если сравнить с прошлым годом, на 15 тысяч зарегистрировали люди авто больше, а значит и купили. В текущем году у нас небольшое есть повышение на 15 тысяч таких регистрационных действий по сравнению с прошлым годом. Но если мы сравним с 2021 годом, у нас снижение, мы не достигли тех показателей, когда был пик именно приобретения и перерегистрации автомобилей приобретения людьми. Поэтому здесь ситуация, она неоднозначна, все зависит от экономической составляющей, как человеческой, так и общегосударственной. Когда автомобили в цене вырастают, либо, наоборот, снижаются, от этого и происходят разные подвижки. Многие люди покупают машину с помощью кредита. Согласно опросу, проведенному статистиками «Ренессанс страхования», каждый седьмой красноярец взял машину в долг. И число этих людей год от года растет. Относительно предыдущего года, людей, купивших машину за заемные деньги, увеличилось на 6%. Евгений Назарчук, Павел Иваницкий, Седьмой канал.